Глава вторая. Театральный старт. Эпиграф. «Жизнь бьёт ключом по голове». Раневская. Покорение Москвы. Эпиграф. «Всё, и куда я, дура, собралась, на что надеялась? Нельзя ли повернуть поезд обратно?» Раневская. Студённым октябрьским утром 1913 года на перрон Курского вокзала из поезда «Таганрог-Москва» выпорхнула энергичная девица с саквояжем. Это юная Фая Фельдман, которой стало нестерпимо тесно в родном южном захолустье, приехала покорять столицу. Всю ночь она не сомкнула глаз, глядя на проносящиеся за тёмным окном поля, деревни и перелески, и не различая ничего из того, что мелькало за пыльным и сумеречным вагонным стеклом. Полная амбициозных планов и самых смелых надежд, Фаина стремилась в столицу. Позади остался непростой, полный слёз и уговоров, разговор с отцом. Строгий Гирши Хаймович выделил таки дочери немного денег на небольшое, скромное, ознакомительное путешествие в столицу. Знал бы он, что его неугомонная младшая дочь прямо с вокзала бросится обходить столичные театры в поисках работы. Эта первая поездка в столицу могла бы стать последней, будь Фаина чуть менее одержима театральной сценой. На работу её нигде брать не желали. Как выяснилось, в столице профессиональных безработных актёров прозябает огромное количество. От театра к театру Фаи всё больше заикалась, нервничала, мямлила и под конец даже начала падать в обморок от избытка чувств. О своих обмороках она позже, смеясь, рассказывала. А что? Я родилась в конце девятнадцатого века, в ту пору, когда в моде ещё были обмороки. Мне, к слову сказать, очень нравилось падать в обморок. К тому же я умудрялась не расшибаться, поскольку старалась падать грациозно и красиво. С годами, конечно же, да и слава богу, это увлечение понемногу прошло. Но один такой обморок я помню очень хорошо, очень ясно и отчётливо. Он надолго сделал меня счастливой. Тот совершенно обычный на первый взгляд день я шла по Столешникову переулку, разглядывая поражающие взоры витрины роскошных магазинов, как вдруг рядом с собой я услышала голос человека, в которого была влюблена, можно сказать, до одурения. Я тогда собирала фотографии этого парня, писала ему письма, но никогда их не отправляла, караулила объект своей страсти у ворот его дома, словом, совершала все полагающиеся влюблённой дурочке поступки. — Добрый день, — сказал мне возлюбленный, — добрый, только и успела ответить я, и тут же поспешила упасть в обморок. От волнения я упала неудачно и довольно сильно расшиблась. Сердобольные прохожие занесли меня в находившуюся поблизости кондитерскую, которая принадлежала тогда супружеской паре — француженке с французом. Добрые супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я тотчас же пришла в себя и... снова немедленно потеряла сознание, на сей раз по-настоящему, так как снова услышала, — Фаина, ты не сильно ударилась? Это был тот же любимый голос. Лег invited... ... Продолжение следует...